МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа калейдоскоп. И в эти холодные осенние дни мы постараемся развлечь вас рассказами о ярких событиях и неординарных личностях нашего города. Осень особенно поздняя, то самое время года, когда так не хватает ярких красок, взрывных эмоций и праздничного настроения. Все это жителям нашего города подарили рязанские девушки, ведущие на самой яркой вечеринке осени Умбрелла Найт. Именно зонт, как один из наиболее часто используемых аксессуаров осени, девушки, ведущие Рязани, решили сделать своеобразным арт-объектом, вокруг которого вырос целый проект. Проект этот был устроен в рамках всероссийского движения шоу «Вумен Раши» и включил в себя множество мероприятий. Фотосессии, флешмобы, а заключительным аккордом стала невероятная вечеринка в ресторане «Небо». Для чего все это делалось, об этом нам рассказала одна из самых ярких девушек-ведущих. И для того, чтобы сделать осень ярче, и для того, чтобы подарить праздник, потому что это наша профессия, и нам это приятно делать радостно. Это какая-то планка поставить себе, как ведущим, профессиональным организаторам, и сделать то мероприятие, которое мы хотим, так, как мы хотим. И мы его сделали почти. И вот сегодня финал, и мы посмотрим, все ли так, как мы хотели. Но я надеюсь, все будет даже лучше. Пожалуй, лучше и быть не могло. «Амбрелла Найт» полностью состояла из сюрпризов. Уже начало было весьма необычно. Гостей встречали знаменитости. Джулия Робертс, Мерлин Монро, Одри Хебберн. Оказалось, все они девушки-ведущие, как две капли воды, похожие на известных певиц и актрис. Перед гостями они представили в наиболее известных кинообразах. Мы все ведущие, организаторы представили себя в виде кинодиф. Я, например, Грейс Келли, принцесса Монако. И сегодня мы каждой своим образом будем выступать. Вот еще буквально несколько часов назад я была не в образе, я была с Женей, организатором с какими-то там своими проблемами. И как только мне начали делать прическу, реснички и все остальное, у меня когда-то появилась вот эта вот трогательность, ну, присущая Мерлин Монро, ее сексуальность, не повезет этого слова, моя осталась там, а ее появилась здесь. Мне близок этот образ, мне героин этот нравится, я много про нее читала, смотрела. И вот сегодня, о, счастье я в этом, в этой роли. Помимо выступлений знаменитых кинодифа, гостей Эмбрелла Найт удивляли фокусники, танцоры и даже участники косплей-шоу, с которыми можно было сфотографироваться. Также были подготовлены танцевальные номера, а в середине вечера для гостей несколько своих композиций исполнила группа «Отстав». Ну и, конечно же, гости смогли увидеть десятки зонтов, над которыми трудились дизайнеры, художники, фотографы. В общем, люди творческие, с богатой фантазией. Я с этого года решила показать всем, что я такие вещи делаю, потому что обычно знали только те, кто знает меня лично хорошо. А в этом году я украсила пару мероприятий и потом подумала, а почему бы, чтобы не сделать так, чтобы знали все. Ну и вот так получилось как-то. Глядя на зонт, целиком состоящий из цветов и бабочек, и не подумаешь, что для Жанны Дягилевой это всего лишь хобби. Материалом для создания этого шедевра послужила обычная бумага, а сама идея сделать вот такой. Яркий, красочный зонт пришла совершенно спонтанно. Во-первых, я безумно люблю цветы. Началось все с того, что мне было интересно, как так люди из бумаги делают такие красивые вещи. И постепенно училась, пробовала, это получилось. Но это сейчас ноу-хау. Поэтому почему бы нет. Я думаю, что это красиво, это приятно, это вызывает улыбки. И сейчас все-таки на улице холодно уже, как-то так пасмурно. А тут смотришь, бабочки радостно. Лишняя улыбка. Это плюс к годам, это здорово. Многими из представленных на суд жюри зонтов можно только любоваться. А вот зонт, сделанный Татьяной Дмитриченко, может быть использован по прямому назначению. На его изготовление у Татьяны ушло около месяца и больше 2000 страз различного размера. Я люблю дождь. Вот просто может быть один из многих людей, которые действительно любят дождь. И поэтому мой зонт, ассоциация, что дождь это не что-то такое скучное, а это что-то такое фееричное, красивое, как стразы. То есть вот как, знаете, такие яркие капли дождя. Вот так и родилась идея. По словам Татьяны, победа в этом творческом конкурсе для нее была не важна. Однако именно она стала победительницей в одной из номинаций. А вот Полина с супругом победили в фото конкурсе и получили в подарок большой зонт, под которым им наверняка будет уютно гулять под осенним дождем. Честно говоря, нас спровоцировала подруга. Она сказала, что выложит свою фотографию и обязательно победит. Вот. А мы сказали, что нет, мы победим. И такое здоровое соперничество послужило тому, что все наши друзья, ее и мои, начали за нас голосовать. И мы набрали больше 500 лайков. В общем, два месяца работы. Бессонных ночей и сумасшедших дней, наполненных творчеством, не прошли даром. Масса эмоций, впечатлений и заряд позитивом. Все это получили и сами организаторы, и, конечно же, гости. Вообще идея очень интересная, очень новая для нашего города. В принципе, у нас не так много таких интересных проектов. И мне бы хотелось, чтобы они случались чаще. Вполне возможно, событие станет ежегодным. А это значит, что многие из нас с нетерпением будут ждать следующей осени и возможности приобщиться к яркому, неординарному событию. А еще осенью особенно приятно вспоминать о лете. О том, как мы отдыхали, как мы работали и о том, что нас вдохновляло на творческие подвиги. Вот как раз этим и решили заняться в детской художественной студии «Калибри». Вот уже почти три месяца, как начались занятия не только в школе, но и в художественной студии «Калибри». Однако и летом ребята не бездельничали, а как настоящие художники ездили на пленэр. С точки зрения руководителя студии Людмилы Пронкиной, подобная практика просто необходима. В первую очередь для того, чтобы научить детей видеть красоту мира вокруг и переносить ее с помощью кисти или карандаша на бумагу. Моя ученица в художественной школе, придя с летних каникул, сказала, что она ничего не нарисовала, потому что все летние каникулы она была в городе. Ничего интересного она здесь не нашла. Другая ученица сказала, что она была в деревне, но там тоже ничего интересного не было. И вот это было очень давно, и в тот момент я поняла, что детей нужно учить не только рисовать, но учить видеть красоту, которая буквально на каждом шагу. Воспитанники студии уже ездили на пленэры, но за границу и в сопровождении родителей. Этим же летом они без заботливых мам, пап, бабушек и дедушек отправились на турбазу в Сумбулово, где невероятно плодотворно провели время. Я считаю, что у нас удался пленэр. Он был очень интересный, яркий, необычный, где дети себя неожиданно для нас начали раскрываться даже с другой стороны. То есть начиналось все, конечно, очень плодотворно. У нас программа была очень насыщенная. То есть иногда мы в день писали, рисовали, по три этюда делали, даже ночью делали. Экспозиция «Лето. Это маленькая жизнь», которая открылась в небольшом выставочном зале студии «Колибри». Сегодня можно увидеть этюды, написанные ребятами во время пленэра. Для родителей и педагогов это возможность полюбоваться работами своих детей и воспитанников. А для маленьких художников повод еще раз вспомнить лето и то, что им больше всего запомнилось из творческой командировки. Когда мы ходили на речку, рисовали пейзажи, заходы солнца, рисовали растения. Также у нас были разные... Мы по вечерам собирались и тоже рисовали, ходили на речки. Мне очень понравилось, что там вообще так весело, там так красиво, такой свежий воздух. Вообще нету нигде машин. А вот из картин мне больше всего понравилось, когда мы самостоятельную работу делали в последний день. Возможно, кому-то эта выставка покажется не такой зрелищной, как фантазийной работой воспитанников студии «Колибри». Однако тот, кто хотя бы раз был на пленэре, увидит здесь то удивительное и загадочное, что окружает нас ежедневно. И на что мы, к сожалению, далеко не всегда обращаем внимание. В Японии, например, есть даже предмет такой созерцания, любования. Они уделяют... Ну, японцы, и Восток дело тонкое, они очень уделяют этому внимания, потому что, ну, можно идти просто уныло по тропинке, например, я приведу пример. А можно заметить, что эта тропинка просто игриво ведет тебя за собой. И ты, следуя ее всем указаниям, перепрыгиваешь с кочку на кочку, там, блуждаешь между деревьями, куда-то она тебя там приводит. Можно убежать, когда пошел дождь, когда ты на озере, а можно сидя прямо в этом озере, я вот сама была, присутствовала, заметить, как вот эта гладь воды покрывается сначала мурашками. Как будто бы озеро то ли стесняется своей ноготы, то ли замерзло немножко. А потом дождь становится сильнее, и озеро играет вместе с ним. И все-все покрывается целыми драгоценными фонтанчиками такими. Это необыкновенно красиво. Кстати, в осени тоже немало удивительного. Кто знает, может быть, на следующей выставке юные художники расскажут нам именно об этом. Ну а в нашем следующем сюжете мы расскажем вам о Петре Баклевском, одном из крупнейших русских художников-иллюстраторов 19 века. Наиболее известный его цикл – это композиции, иллюстрирующие произведения Николая Васильевича Гоголя. Вот как раз с ними сегодня и можно познакомиться в Рязанском художественном музее. Петр Михайлович Баклевский – известный художник-иллюстратор произведений русской классической литературы 19 века, в том числе один из первых и самых значительных иллюстраторов поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». В Рязанском художественном музее работает выставка «Коробочка мертвых душ», приуроченная к 200-летию со дня рождения нашего замечательного земляка, художника-иллюстратора Петра Михайловича Баклевского. Согласитесь, не каждого художника, писателя, государственного деятеля будут вспоминать через 200 лет. И вот нам предоставилась такая замечательная возможность. Хотя Баклевский не очень хорошо известен широкому зрителю и профессионалу, но его иллюстрации к произведениям Гоголя памятны многим школьникам, даже и учившимся в наши дни. Иллюстрирование произведений Гоголя стало делом всей жизни Петра Баклевского. За полвека он создал целую портретную галерею гоголевских типов. Портреты, сделанные исключительно с натуры, с тогдашних помещиков и чиновников, стали самой важной вехой в творчестве художника. И до сегодняшнего дня эти работы не потеряли своего значения, став классикой книжной иллюстрации. В основном свое слово он сказал в 19 веке, когда начал иллюстрировать произведения русских писателей, ставших потом классикой. Это Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Достоевский. Можно перечислять долго. Но лишь иллюстрации к произведениям Гоголя были опубликованы при жизни автора и впоследствии неоднократно издавались и в наши дни. Выставка объединяет две юбилейные даты в единой экспозиции. 155 лет со дня отмены крепостного права в России в 1861 году и 200 лет со дня рождения Петра Баклевского. Здесь представлены рисунки Баклевского, иллюстрации к мертвым душам из фондов Исторического музея Москва, экспонаты из фондов Историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский Кремль, в том числе произведения декоративно-прикладного искусства 19 века и документы из фондов Государственного архива Рязанской области. Из коллекции Рязанского художественного музея экспонируются произведения изобразительного искусства середины 19 века, воссоздающие атмосферу помещичьей среды того времени. Усадебные портреты, предметы быта, рисунки Баклевского, созданные в пору проживания в его рязанском имении. Выставка сопровождается мультимедийной программой и видеопоказом художественного фильма «Мертвые души». Имя этого человека, этого художника для рязанцев очень дорого еще и потому, что он представляет в своих иллюстрациях, в частности к поэме Гоголя «Мертвые души», целый срез рязанской помещичьей жизни середины 19 века. Сам художник писал о изображаемых их литературных персонажах, о том, что я жил среди них. Выставка работает до конца ноября по адресу город Рязань, улица Свобода, 57. Вход с 11 до 18 часов, по четвергам до 20 часов. Выходной день – понедельник. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова